Шалом, дорогие зрители! Я думаю, что сейчас, именно сегодняшний день, очень хорошее время рассказать вам о том, что существует не только тайна Израиля в послании римлянам в 11 главе, но есть еще и секрет Израиля. Есть еще секрет имени Израиля. И я уверен, многие о нем знают, но я уверен, что большинство о нем не знают. Одно из имен Израиля. И вспомните, что Израиль – это имя, которое Бог дал Якову, третьему патриарху из цепочки Авраам и Цхак-Яков. Это имя он приобрел, и потом после него 12 колен стали называться Израилем. Но я хочу вам поговорить о другом имени. Надеюсь вы, то есть, вернее, не надеюсь, а вполне уверен, большинство из вас о нем не знают. Это имя – Ешурун. И находится оно именно в этой недельной главе, которая читается в конце годового цикла, самая последняя глава из цикла «Чтение Торы», пяти книг Библии, пяти первых книг Библии Моисеева. Итак, где находится этот секрет, это секретное имя? Это секретное имя находится в 33 главе «Втарозакония» или «Деварима». Оно находится в 5 стихе и в 26 стихе. Также, кроме этих мест, это секретное имя Ешурун находится в 32 главе, в 15 стихе. И кроме Торы, четвертый раз это имя встречается в книге пророка Исаии, в 44 главе, во 2 стихе. Если вы не запомнили, я еще раз вам повторю, чтобы вы смогли сейчас записать и потом сами проверить все эти места, или на иврите, или в некоторых англоязычных переводах, таких как «Кинг Джеймс», например, или «Новый Кинг Джеймс». На английском языке там также встречается это слово. Итак, это «Втарозаконие» 33 глава, 5 стих, также 26 стих этой же главы, потом 32 глава «Втарозаконие» 15 стих и Исаия 44, 2. Итак, что пишется в этих стихах? Значит, 5 стих 33 главы говорит, что Яков был царем не Израиля. Синодальная Библия говорит Израиля, но в оригинале написано «Он был царь Ешуруна». «Когда собирались главы народа вместе с коленами Израилева». То есть оно встречается здесь, потом оно встречается в «Втарозаконии» 33, 26. Тут пишется «Нет подобного Богу Ешуруна, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках». Очень мощное место. И во «Втарозаконии» 32, 15, напомню, что это песнь Моисея, прощальная песнь Моисея, в 15 стихе, так, 32, 15, «Втарозаконие» 32, 15 говорится, «И уточнел Ешурун, и стал упрям, уточнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и призрел твердыню спасения своего». Довольно такие-таки жесткие слова по отношению к Израилю. Но вот именно в 32 главе тут Бог пророчит через Моисея, что у Израиля будут такие годы, когда он отвернется от Бога, и Бог просто пророчит тут вот это вот время. Итак, еще одно место в Исаии 44, 2. Исаии 44, 2, говорится так, в оригинале, не Израиль, опять же, говорит. «Так говорит Господь, создавший тебя, образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней. Не бойся, раб мой Иаков, и возлюбленный Ешурун, которого я избрал, ибо я и залью воды на жаждущие, и потоки на иссохшие». И так далее. И что я хотел сказать? Во всех этих четырех случаях слово Ешурун, оно употребляется как замена слова Израиль. И это общепринятое понятие в иудаизме, что слово Ешурун – это как поэтическое обращение. И в трех из этих рас оно используется в позитивном смысле. И оно происходит от еврейского слова Ешарим, то есть прямые, или прямой, вертикальный. И оно обозначает как бы прямоходящий, то есть гордый, но как бы самый лучший. И в одном из этих четырех случаев Бог просто пытается вызвать на откровение этого Ешуруна и говорит, что он уточнел и ожирел, и что ему не стоило этого делать, он должен быть прямой, красивый, высокий и стройный. Вот в таком поэтическом смысле. Что я вам еще хочу сказать? Я вот как начал это читать, лично мое впечатление, когда начал медитировать, можно так сказать, молиться, вот о этих двух последних главах Торы, или просто даже, можно сказать, раздумывал о них, мне пришло сразу на сердце вот это место, когда пророк Илья, когда сошел огонь с неба, как он обратился к народу Израиля, когда народ Израиля начал блудить, и он обратился к ним вот таким вот стихом, это Третья Царств, 18 глава, 21 стих. Напомню, это было на горе Кормиль, во времена Ахава, когда Ахав ввел народ Израильский в блуд, были разные копища, идолослужения и так далее. И подошел Илья ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если Ваал, то есть мерзость Ваал, то Ему последуйте. И не отвечал народ Ему ни слова. Ну и напомню, что там произошло чудо, сошел огонь с неба и так далее. Вы, я думаю, если вы следите за Тора и Парша, то вы знаете Библию, и вы знаете, о чем я говорю. В еврейском переводе это место, когда Он говорит народу, долго ли вам хромать на оба колена, оно переводится как долго ли вам болтаться между двумя поколениями. То есть есть поколение праведников, а есть поколение отступников, нечестивых. То есть тут можно и в этом смысле понять, и просто как в визуальном поэтическом человек хромающий на оба колена. То есть это ужасный человек. И вот оно как-то мне ближе впало, вот это место, хромающий на оба колена. И я визуально себе представил, что человек должен быть стройный, красивый, а он сгорбленный, хромает на оба колена. И также, ну это просто мое поэтическое сравнение, но вот это вот восклицание Ильи, оно настолько близко вот к этому слову Ишурун, что я считаю, это одна из частей этого великого пророка, одна из частей вот этот образ, когда он говорит, хватит вам хромать на оба колена, вернитесь к Богу Израилеву, сколько можно вам коптить другим богам. И так как мы сейчас обсуждаем последние главы Торы вообще, как я уже говорил, эти последние главы Торы, они читаются в Израиле на последние дни Суккота, которые сейчас у нас, и на Симхат Тора. И в Израиле он попадает на Шмине Ацерет, в Диаспоре он следующий день после Шмине Ацерет, после восьмого дня. Но вот это последние главы, как ни странно, они еще наталкивают на последние главы вообще Танаха. А последние главы Танаха, они читают такую вещь, они говорят об этом. Вот я пошлю к вам Илью Пророка, это Малахия, Пророк Малахия, 4 глава, конец 4 главы, говорится так. «Вот я пошлю к вам Илью Пророка перед наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». То есть я думаю, тут есть какая-то магическая даже, можно так сказать, связь между концом Танаха и концом Торы. И вот эта вот связь Ильи и его такой возмущенный дух против идолопоклонства, я просто почувствовал его в этих вот связи к этому имени Ишурун. И что если ты Ишурун, ты как телезритель, допустим, если ты чувствуешь, что ты часть Израиля, то вот это восклицание Ильи, оно очень жесткое, но оно взывает к тебе. И даже через христиан, через любых протестантов, если вы слышите, оно просто касается вашего сердца, это восклицание. Долго ли вам хромать на оба колена? «Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Вал, то Ему последуйте». И Вал тут может быть что угодно, тут может быть и алкоголь, и порнуха, и Валом нечистивым может быть деньги, погоня за деньгами. Тут любое идолопоклонство существует в наши дни, оно как раньше было, так и сейчас оно есть. И как Брит Хадаша говорит, корень всех зол – это сребролюбие, любовь к деньгам. И я думаю, самый большой идол в наше время – это корыстолюбие, сребролюбие. И я призываю вас, вернитесь к Богу Израилеву и не хромайте на оба колена. И последнее место, которым я хотел с вами поделиться, вот это вот место из Исаии, когда я говорил, что… Я вам еще раз его прочитаю, последнее место, вот это из Исаии о Ешуруне. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней, не бойся, раб мой Иаков, Ешурун, которого я избрал. Ибо я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее, излию дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих. И вот это место, оно просто стопроцентно соответствует тому, что написано в Бритхадоше, в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, 7 глава. Здесь Ешуа Хамащех, наш Мессия Израиля, он приходит на вот этот, на последний день праздника Суккот, когда читается вот эта вот глава, он приходит, напомню, вы там можете вначале почитать, он не приходит на первые дни праздника, но он приходит на последние дни. Это можно даже пророчески понять. Кто уже давно общается в мессианских кругах, он знает, что все библейские и еврейские праздники, они соответствуют историческому ходу событий, как в Израиле, так и по всему миру, и с народом Израиля, и со всем мира. И у нас сейчас мы находимся в днях Рош-Хошана, Йом-Кипур, Суккот, то есть последние вот эти дни. И в последние дни Суккота придет Мащех, придет Мащех. И вот смотрите, что он говорил тогда, когда первый раз приходил о своем, о том, что будет. Вот что он говорит, Евангелие Таана, 7 глава, 37 стиха. «В последний же великий день праздника стоял Ешуа и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей». То есть полное соответствие вот этой Исаии 44 главе. Он говорит, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из шрева потекут реки воды живой. Это сказал Он о духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Прославлен, то есть распят и вознесен на небо и опустился и ходил потом среди народа израильского. Вот это имеется прославлен. И если вы, допустим, иудей, и вам пока далеко вот эти вот понятия о Мащеахе и Ешуа, я вам скажу, что вы можете в Талмуде, если кого-то интересует конкретное место, я могу вам выслать, у меня есть эти данные, когда происходили ужасные вещи. После смерти Мащеаха, ориентировочно в 30-м году нашей эры, перестали происходить чудеса с вот этой красной нитью на Йом-Кипур, переставали открываться там двери в храме, и еще несколько чудес, там их всего 7 или 8, и они переставали как знамения происходить. И я вам скажу, что я готов выслать некоторые из этих мест, у меня есть ссылки на Талмуд. И на протяжении 40 лет, как Ешуа и пророчил, до разрушения храма в 70-м году, все 40 лет эти все чудеса исчезли. И Святой Дух, который находился во втором храме в более слабой форме, чем в первом храме, во втором храме все-таки он находился. И вот тут он пророчит переход вот этого Святого Духа на верующих. На верующих, но это уже другая история, это более относится к празднику Пятидесятницы или Шавуот, но он пророчит, что этот Святой Дух, он перейдет на людей. И до построения 3-го и 4-го храма он пока находится только на людях. И даже многие иудеи, есть такое понятие, что жертвоприношение заменено молитвами. Но не во всех сердцах, не все сердца святы, и не во всех сердцах живет Бог. Это надо быть верующим. Но я еще раз говорю, это другая история. Я надеюсь, что я все связал, и вы поняли замечательную связь, которую Бог вложил в Старый Еврейский Завет и в Новый, тоже Еврейский Завет. Потому что Новый, напомню вам, Новый Завет, там нет ни одного язычника, который притронулся к нему и написал его. Весь Новый Завет, он был написан евреями, Божьим народом. И я вам скажу, что существует эта прекрасная связь, как я сказал, между Торой, 3 места в Торе, как раз конец Торы, вот эти последние главы, замечательное место из Исаии. И Илья пророчил, и приход Ильи, почему-то на Пасху все неверующие в Ешуа, иудеи, они ждут Илью. И я вам скажу, Дух Ильи, он уже есть на многих людях. Я сейчас не буду этих людей рекламировать, но я лично знаю их. И Дух Ильи, он уже поднимает сердца, он взывает к сердцам детей, сердца отцов, давно уже настроенные. Они хотят этого пробуждения и возвращения народа Божьего к его мощиаху и совместном хождении народа Божьего с его мощиахом. И, как всегда, когда мы заканчиваем книгу, книгу Торы, я просто хочу вам сказать, чтобы вы были крепкими, крепкими и становились еще сильнее. Хазак, хазак, венит хазек. Я надеюсь, я полностью вам показал мое отношение к слову Ешурун. Есть каббалистические какие-то вещи о слове Ешурун, но если вы сильно хотите, вы можете об этом узнать. Меня, честно говоря, они не тронуты. Меня тронула Тора, Танах и Брит Хадаша. И я желаю вам прекрасной недели, счастливого отгулять вам весь Суккот, отгулять вам Симхат Тора и сразу же начать новый цикл изучения Торы. Субтитры создавал DimaTorzok